Бонджорно, мы владельцы! С вами Соболев, и сегодня мы разговариваем про недорогие варианты отделки цоколя каркасного дома. На примере того, как мы это делаем у нас в компании. Поехали! Пока едем, ставим лайк. Немного о теории. Каркасный дом, как и любой другой дом, он строится на фундаменте. Да, вот такое откровение. Точно так же, как и под любой каменный дом, под каркасный, мы можем выбрать и плитный фундамент, и ленточный, и свайный, и свайно-ростверковый. Мы в нашей компании для каркасных домов используем свайный фундамент на забивных сваях, а затем ростверк из дерева. Кто-то использует свайно-ростверковый фундамент, то есть ростверк железобетонный. Мы не делаем его на плите, мы не делаем его на ленточном, монолитном, на ленточном, блочном фундаменте, Потому что каркасная технология задумывалась нами как менее дорогой аналог дома. Когда мы начинаем каркасному дому докидывать ништяки каменного дома, например, плитный фундамент, мы теряем его изюминку. Это цену. И кроме цены, к сожалению, у каркасного дома, если с прочими равными сравнивать, других преимуществ нет. С точки зрения скорости его производства, ну, плюс-минус, потому что каркасный дом от каменного отличается только материалом стен. Крыша, опять же, фундамент, инженерка, отделка там такая же. Соответственно, тот маленький параметр, по которому его выберет покупатель, является цена маленькому кораблю, маленькое море, большому кораблю, большой океан. Каменному дому железобетонный фундамент, железобетонным ростерком, чтобы стена не треснула и так далее. Каркасный дом вполне себе нормально размещать на свайном фундаменте и на деревянном ростерке. Ничего с ним не будет, шпатлюйте себе свои стены, не забудьте только про сетку-серпянку, все будет абсолютно великолепно. Ну, и про укосины, и про ригеля, и огромную кучу еще всяких ништяков, сопутствующих финской технологии. Очень маленький важный моментик. Мы не используем свайные фундаменты, винтовые и железные сваи. Про это я говорил уже очень много раз, но в очередной раз повторю. Я лично не верю в эту технологию, как в технологию для капитального строительства. Что я под этим подразумеваю? Если вы хотите построить гаражик, сарайчик, баню, винтовые сваи, окей. Когда мы говорим про дом, нагрузка, которую винтовая сваи передает на грунт, передается за счет лопасти. Те заводы, которые местные изготавливают эти сваи, немножко, на мой взгляд, не так считаются, эти нагрузки. Плюсом ко всему, вот это вот неизвестно, что там с ней становится, когда она вкручивается, насколько повреждается краска и так далее. Можно спорить бесконечно, мы просто от этого отказались. Мы используем железобетонные сваи 150 на 150, но длина определяется идеологией. Таким образом, когда мы дом закончили с дали, он выглядит как дом на курьих ножках. Встает вопрос, надо ли закрывать цоколь, когда его закрывать и так далее. Ну, первое, зачем закрывать цоколь? Естественно, самое первое, это декоративные функции. Многие скажут, ну, плюс-минус будет право, потому что дом на курьих ножках выглядит так себе. Второе, это продуваемость. И тут сейчас будет сломано очень много копий, потому что есть история о том, что цоколь обязательно нужно утеплить и от мозга утеплить. Но на самом деле все это не имеет большого значения, все эти разговоры, потому что у нас во всех домах, так и должно быть, утепленное перекрытие. Утепление и перекрытие должно быть не меньше, чем теплосопротивление стены и крыши. Соответственно, контур у нас идет, это утепленное перекрытие, стена и крыша. Он замкнутый и он единый. Шмель. Мохнатый. Или лохматый. Мохнатый. Мохнатый шмель. Соответственно, вот с этой позиции, что у нас контур тепловой замкнут, дополнительное утепление цоколя, оно не дает нам вот этого стопроцентного КПД. Оно дает нам небольшое отсечение холода вот от этого угла. Вот у нас в доме перекрытие толщина 200 миллиметров и утепление там тоже на 200 миллиметров. И этого прямо вот, мама, не горюй, достаточно. Но там проходят коммуникации, там проходит канализационная труба. Да, по ней никогда там не встает вода, всегда течет с уклоном. Там заходят коммуникации из-под земли. Это вода та же самая, которая также утеплена. Но когда мы говорим про температуру, там, минус 30, да, это там 3-4 дня зимой. А когда имеем загород, то это может быть минус 35, потому что загородная температура ниже, чем в городе. Когда мы имеем поле, продубаемое ветром, и имеем открытый цоколь, ходячий под ним ветер, мы потенциально имеем проблемы с промерзанием коммуникации. Таким образом, мы в нашей компании в первый год после запуска каркасных домов на одном из объектов словили проблему. Там просто замерзли коммуникации. Соответственно, мы 200 утеплений заложили, по теплотехнике все посчитали, все должно быть круто. Но не учли одного маленького фактора, это ветер вот в этот самый холодный день. Соответственно, для этого у нас и появилась в том числе отделка цоколя. Еще раз повторюсь, не для придания дополнительной теплоизоляции помещению, а для того, чтобы просто отсечь продувание. Такая простая арифметика. Еще раз скажу, много копий об этом сломано, можно спорить бесконечно. Вот мы у себя, исключительно опираясь на наш опыт, решили делать так. Соответственно, какие у нас есть варианты отделки цоколя каркасного дома? Первый, да, и самый простой, который нам приходит на ум, это просто хауберн. И такие варианты отделки у нас есть. Хауберг крепится на плиту ОСБ. Плита ОСБ крепится на обрешетку. Мы обрешетку под плитой ОСБ выпускаем ниже до земли, проходимся еще одним слоем ОСБ и на него крепим хауберг. Таким образом у нас получается хауберговый магнат или царь. И есть объекты, например, где цвета совпадают, но слегка странновато смотрится, но вот понравился человеку. Есть объекты с разным цветом, мне лично не очень это заходит, мне больше заходит такой вариант. Помимо прочего, есть пластиковые панели типа Дёки, это есть Fine Beer и огромная когорта, я фасад, по-моему, еще есть линейка, огромная когорта производителей, которые вы поставили эти панели. Проблема в них это одна, это цена. То есть если мы берем в учет дешевую панель, она, естественно, обязательно у вас выцветит, плюс неизвестно, что у нас будет с периодом полураспада пластика. Как он себя поведет через 10 лет, через огромную кучу циклов заморозки-разморозки. Ну и вторая проблема, все-таки это пластик. То есть когда мы пытаемся что-то имитировать, мы пытаемся что-то имитировать. Когда мы сделали каменную отделку пластиком, мы сделали отделку пластиком, а не камнем. И думаем, что можно себя обмануть. Я не очень люблю такие варианты. Ну и к тому же ценник. Ценник это отделки такой себя. Вариант номер три, который мы использовали также в нашей компании, это гофрированный шифер. Что-то среднее между шифером, азбестсоцментом, ЦСП, это, кстати, одно и то же. Все, что я сказал. Сейчас найдут сумники, которые скажут нет. Плюс-минус, окей. Соответственно, эта панель, единственная, она серого цвета и она имеет небольшой профиль. Вы также видели в наших видео такой вариант отделки цоколя. Смотрится прикольно, смотрится лаконично. Если его покрасить, то вообще пушка. Но, опять же, отошли от этого варианта, потому что все-таки больше нравится деревяха. Ну, а некоторые заказчики просят отделать именно им. Есть вариант сделать отделку и дома каркасного, и его цоколя Синержи. Но, на мой взгляд, это совсем странно, потому что дом деревянный. И зачем на него, вот это то же самое, как на каменный дом наляпать пластика вот этого каменного. Давайте деревянный дом отделать деревом. Соответственно, от него мы также ушли. К чему мы пришли, это то, что мы видим сейчас на видео. Пойдемте на другой уголочек, где меньше порсли. Вот здесь как раз покажу. С чего все начиналось? Сгоняли на выставку, это был год назад. И увидели там дом от финской компании. У него был цоколь отделан простой доской. Не строганный, они специально поднимают ворс. У нас тоже на пилораме ребята специально поднимают ворс, пилят доску. И ворс поднимается специально. И он был вентилируемый. Соответственно, здесь вот эти щелочки, они были проглядываемы, там гулял ветер. Мы посмотрели, смотрится прикольно. Плюс дом был черный. Ну, всем очень понравился. Мы понимали, что это стоит 3 копейки. И подумали, давайте у себя это решение используем. Но оно не очень бьется с тем, что я вам только что рассказал. Это минус 35 и ветер. То есть он все равно продуваемый. Мы все равно имеем возможность подмерзания коммуникации. Поэтому что мы делаем? У нас есть забивные сваи, как основание нашего цоколя. По ним мы просто пропускаем профиль. Это простая, нестроганная доска, правда подсушенная, на которой уже крепится ОСБ. ОСБ у нас кратится в серый цвет. Если вы перфекционист или дизайнер, вы можете покрасить в черный или в белый или еще в какой-нибудь. Например, серый очень хорошо с голубым сочетается. И сверху у нас просто на саморезы, но только не на черный, крепится доска. В данном случае мы использовали строганную доску для того, чтобы она смотрелась по-цивильному. Мне, конечно, больше нравится, как смотрится нестроганная доска, но все мне сказали, что это сарай. Соответственно, доска строганная, небольшие зазорчики. Доска туда-сюда расширяется, она на улице находится. И все это покрашено. Обычные эмали-бадиры. Стоит 3 копейки. Чего защищает? Первое, не продувается. Второе, декоративка, на мой взгляд, хорошая. Если мы смотрим дом в общей позиции, то есть у нас здесь есть барнхаус с такой отделкой, у нас есть дом, ну, классическая архитектура, назовем ее так, с хаубергом с такой отделкой. Он не бесит, он просто цоколь. И вот, и не надо от него ничего требовать, не надо его отделывать дагестанским камнем, он просто цоколь. Его достаточно сделать серым, чтобы он был незаметным и непродуваемым. Ну, и, естественно, отливчик для того, чтобы отсюда сходила вода. Это, собственно, вся любовь. Мы объяснили, зачем это делается. Мы объяснили, что такое утепление. Мы объяснили, почему мы это используем. Но единственное, о чем мы не сказали, что это за квадратики, да? Думаю, это и так понятно. Это решетки. Они вентиляционные. Для чего они нужны? Потому что зимой у нас мороз, и нам продувание не нужно. А вот летом у нас не мороз. И летом, если у нас цоколь не вентилируется, там растут грибы. Несъедобные, если что. Поэтому данные решеточки у нас на зиму закрываются, а летом открываются. Плюс мы еще поигрались с разными технологиями. Где-то у нас закручивается фасадик, где-то у нас такие дверцы открываются. Вот в данном случае самое простое исполнение. То есть перепробовали все, что можно было, экспериментируем каждый день. Веселимся, ищем выход. Мы практикующие врачи. Домируемся на пациентах. Это нам не надо было говорить, да? Сразу сказать, мысли такие подлезли. О, нет. Случай, как... О, такие мысли Кристины пошли. Окей, ну а вы что думаете? Врачи, которые вас лечат, они... Тренируются еще, как? И еще учились все на пятерке, да? Да, они еще потом фоткаются с этими, с людьми, которые в этом неадеквате после какой-нибудь... А, я думал, ты скажешь, которые не прошли тест. С этими тоже. Не сдал. Не сдал. А на этом все. Мы сегодня рассказывали про отделку цоколя за 3 копейки. Если у вас есть вариант, как отдел дешевле, если вы считаете, что мы что-то делаем неправильно, возможно, не только здесь, но еще и по жизни, не держите в себе этот негатив. Обязательно пишите его в комментариях. В противном случае, если вам видео понравилось и вы увидели в нем пользу, вы можете им поделиться со своим другом, подругой, мамой, бабушкой, коллегой, папой, да кем угодно. Даже с мужем, если он у вас есть. Напоследок, мы находимся в поселке Журавли. Первая улица, в первую очередь, почти закончена. Сейчас у нас идут работы по прокладке подземного электричества, подземного интернета. Затем у нас залетает сюда, естественно, подземный газ. И следующий год, это май и июль, мы делаем в первую очередь надземный асфальт. И, собственно говоря, уже с благоустройством можно будет показывать. Да, кстати, здесь у нас еще заборчик начали делать. В общем, скоро-скоро-скоро будет прям борщ и будет чем гордиться. А с вами был Соболев. Дом, кстати, продается. Всех обнял, поцеловал и увидимся на вашей стройке. Пока.